Всем привет! Я рада вас видеть на моем канале. Сегодня мы продолжим анализировать программы для рисования на андроид-планшете. Берите ваши планшеты, кофеек, чаек, печеньки, усаживайтесь поудобнее и будем рисовать. В предыдущих видео я уже рассматривала ряд программ. Я прошлась, можно сказать, по верхам, немножечко сравнила их между собой. Сегодня я хотела бы остановиться на одной из программ, а именно на скетчбук. В этой программе я довольно-таки много уже порисовала, поэтому могу рассказать о плюсах и минусах и поделиться некоторыми такими фишками или функциями, которые, возможно, вы еще не знаете или не обратили внимания, или не заметили. В общем, давайте разбираться. Как я уже говорила раньше, скетчбук – это одно из приложений, которому я отдаю предпочтение. Мне оно многим нравится, но и кое-что мне в нем не нравится, или я испытываю трудности при рисовании в нем. Давайте я вам расскажу. Прежде всего, одна из проблем – это то, что в этом приложении нельзя указать разрешение холста. Вы можете создать очень большой холст. Конечно же, там будут ограничения тогда, о которых я расскажу позже. Но вы не можете указать разрешение, и вы не знаете, насколько тот файл, или та картинка, которую вы получите, будет хороша для печати. То есть у вас могут возникнуть сомнения. Вообще-то я переносила картинки, созданные в скетчбук, например, в фотошоп, и, в общем-то, у меня не было никаких проблем. Они получались очень большого размера, и при зуминге все линии оставались четкими. Но определить, в каком же разрешении была создана картинка, нельзя. И, насколько я знаю, создатели этой программы тоже почему-то не делятся этой информацией. Следующее, что может вызвать неудобства у многих – это зависимость количества слоев от размера холста. Те, кто привык все разбивать на слои, будьте готовы, что если вы будете рисовать картинку для печати большого размера, то разгуляться со слоями не получится. Если очень будет большой холст, то, например, у вас будет только 10 слоев, и вам придется по ходу работы их объединять, чтобы создать новый. Следующая особенность для кого-то будет со знаком плюс, для кого-то со знаком минус. Стилус в программе реагирует не только на силу нажатия, но и на наклон. То есть, чем больше наклон стилуса, тем толще будет линия. Может быть, кто-то к этому привык, и кому-то это нравится. Я привыкла, что я всегда работаю только с нажатием, давлением на стилус. Во всяком случае, на компьютере, на графическом планшете у меня так. Поэтому, когда я пытаюсь рисовать в скетчбук, у меня линия очень сильно прыгает от наклона стилуса. Мне нужно все время как-то перестраивать свою голову. Меня это немножечко так напрягает. В общем, нужно так часок порисовать для того, чтобы привыкнуть к этой особенности. И отключить наклон стилуса, похоже, нигде никак нельзя. Что мне очень нравится в этом приложении, что оно хорошо настроено на то, чтобы не реагировать на кисть. То есть, отторжение кисти здесь работает на 100%. Экран никак не реагирует на руку. Вы можете спокойно прислонять кисть к экрану, рисовать. И ничего не будет отображаться на холсте. И холст не будет прыгать под рукой. В приложении есть возможность записать видео процесса. Процесс рисования картинки. Самое главное только не забывать включать. Автоматически запись видео не пойдет. Однако, в этой записи есть большой минус. Будут записываться любые движения на экране. То есть, зуминг, приближение, удаление. Это все будет записываться. Точно так же, как если бы вы записывали экран монитора, когда вы рисуете, например, в какой-то графической программе. То есть, вот эти вот все скачки экрана, они тоже будут записываться в скетчбук. В отличие от некоторых других программ для рисования на планшете. К тому же, видео довольно-таки медленное. Если вы захотите его ускорить, это нужно будет делать дополнительно в какой-то программе по работе с видео. Как я уже говорила в предыдущих видео, я всегда пытаюсь отвоевать немножечко рабочего пространства на экране. Поэтому я в каждой программе смотрю, что доступно при переходе в полноэкранный режим. Так вот, в скетчбуке есть такая особенность. Вы можете при переходе в полноэкранный режим пользоваться какими-то горячими функциями и кнопками. И там есть, конечно же, ластик. Но при переключении с кисти на ластик у вас будут сохраняться размеры. То есть, размер ластика будет соответствовать размеру используемой кисти. Соответственно, потом при переходе с ластика в кисть опять будет использоваться тот же размер. Если вы размер измените, то, соответственно, кисть у вас тоже изменится. Нужно потом опять возвращаться, смотреть, какой же размер был у кисти. Но это очень неудобно. Чтобы этого избежать, нужно заходить в библиотеку кистей, там находить ластик. И тогда параметры этого ластика будут независимы от параметров кисти. Но я считаю, что это очень замедляет процесс. В приложении нельзя создавать собственные кисти и нельзя скачивать кисти других. Но вы можете немного менять настройки, параметры существующих кистей. В программе довольно-таки обширная библиотека, которая сгруппирована по стилистике или по направлению. Возможно, эти настройки для вас будут достаточны. Вы сможете пользоваться тем, что по умолчанию есть в программе. Очень неудобно, на мой взгляд, что в приложении нет клиппинг-маски. Поэтому, если вы в вашем процессе много пользуетесь клиппинг-маской, то при работе в скетчбуке на планшете вам придется перестраивать ваш процесс. Вам нужно будет просто подбирать другие способы, как работать со слоями без использования клиппинг-маски. В предыдущем видео я говорила о том, что в скетчбук есть стабилизация линии. Но она работает только если кнопка активирована и движок уровней стабилизации остается видимым на экране. Моя рука часто тянется убрать этот движок, нажав кнопку. Но если нажимаешь кнопку, то стабилизация отключается. Однако, если вы при включенном слайдере перейдете в полноэкранный режим, то стабилизация продолжит действовать и вы сможете спокойно рисовать прямые линии. Иногда могут возникнуть трудности с преобразованием объектов, а именно с вращением. Например, вам нужно продублировать элемент, его отразить и повернуть. Вы вызываете меню преобразований. И тут вы можете воспользоваться встроенными функциями поворота. Но они вращают объект на определенное количество градусов. Поэтому, конечно же, вам придется перемещать и вращать элемент пальцами. И при этом обязательно изменится его размер. Если это листик, то еще ничего. А вот если глаз, тут могут возникнуть проблемы. Следующее, что может некоторых расстроить скетчбук, это то, что в этой программе нет никаких фильтров и эффектов. Поэтому, если ваш стиль предполагает какую-то постобработку картинок, то в этой программе, скорее всего, вы не сможете этого сделать. Все, что тут есть, это возможность менять цветность картинки, настраивать цветовой баланс. Конечно же, есть некоторые текстуры, ну, именно кисточки, которые можно применять. И есть кисточка для смешивания, ну, которая похожа на кисть Mix Photoshop или, например, на пальчик Photoshop. То есть можно что-то размазать. Это не значит, что нельзя сделать объемные работы, но, в общем-то, какие-то суперэффекты и текстуры в этой программе использовать не получится. Большое преимущество скетчбук в том, что проект можно сохранить в файл PSD. И все ваши слои из скетчбука перейдут в файл PSD. Вы сможете открыть этот файл Photoshop и дальше с ним работать. Ничего не будет потеряно, все слои будут на месте. Даже характеристики этих слоев будут сохранены. Сейчас вы увидите непосредственно запись видео, которое я сделала в скетчбук, как я рисую эскиз этой розы, крашу его и довожу уже до конца. Видео было ускорено еще в 4 раза другой программой. Что я могу сказать в результате скетчбук? Это скетчбук, это действительно программа, которая очень удобна для создания скетча, то есть эскизов, цветовых эскизов. В ней очень удобно делать лайн арт, то есть чистовой контур. Вы сможете здесь рисовать флет иллюстрации, плакатные иллюстрации. Программа для этого, мне кажется, и предназначена. Я надеюсь, что все те минусы, которые я перечислила, вас не напугали. И вы попробуете порисовать в этой программе и полюбите ее так, как полюбила ее я. Программа действительно очень удобная, легкая, интуитивно, понятная. Главное, что она совершенно бесплатная. Она предоставляет много очень хороших функций. Ставите, рисуете и получаете хороший результат. Всем желаю хорошего дня, красивых картинок. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok